Доброе утро, друзья! Вторник – самый рабочий день, как мне кажется. В понедельник мы раскачиваемся. Во вторник смиряемся с тем, что еще начало недели, и работа от нас никуда не денется. В среду мы с ужасом думаем, что только середина недели, и до выходных еще далеко. В четверг немного приободряемся, завтра же пятница. Ну а пятница – это просто праздник какой-то, конец рабочей недели. Вот и получается, что вторник – самый подходящий день для продуктивной работы. А поэтому не будем откладывать наши утренние дела в дальний ящик, и приступим к ним прямо сейчас. Ольга Орлова расскажет, чем усмирить ваши голодные желудки. Затем, как отправиться на дачу урожай собирать. А в теплых краях, значит, надо ржево-чельское хозяйство. Отметим день рождения Георгия Данелия. Делать вкус. Показывай. Узнаем, как пользоваться велосипедом от маленьких специалистов. Я буду велосипедом завтра. Это я велосипед, у меня есть велосипед. И посмотрим, чем нас удивит интернет. Ну вот вы почти и готовы к подвигам. Почему почти? Да потому что о каких подвигах может идти речь, если вы с утра не поели? Ведь вы все время будете только о еде и думать. А ваш бурчащий живот будет напоминать о себе в самые удобные и неудобные моменты. Так что с подвигами на голодный желудок это вы погорячились. Давайте заглянем к Ольге Орловой на кухню, узнаем новый рецепт, приготовим у себя дома, а потом навстречу новому дню. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить мясо, тушеное в квасе. Для тушеного в квасе мяса нам потребуется 500 граммов мякоти свинины или говядины, 2 луковицы, 2 моркови, 2 стакана хлебного кваса, соль, черный перец. Готовим! Мясо нарезаем довольно крупными брусками или ломтиками. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем в нем мясо со всех сторон. Тем временем мелко режем лук и трем на средней терке морковь. Добавляем их к мясу. Солим, перчим. Выливаем квас. Тушим до готовности полтора часа. Запахи при приготовлении этого блюда витают необыкновенные. С каждой минутой бороться с голодом будет все труднее. Попробуем отвлечься и записать ингредиенты. Для тушеного в квасе мяса нам потребуется 500 граммов мякоти свинины или говядины, 2 луковицы, 2 моркови, 2 стакана хлебного кваса, соль, черный перец. Наше мясо, тушеное в квасе, готово. Если весь запах улетучится, то в конце приготовления можно добавить немножко кваса, и аромат вернется. Рецепт блюда ищите на сайте trkz.ru на страничке программы Доброе утро Заречный в рубрике Завтракаем вместе. Приятного аппетита! Согласно народным приметам, если в это утро вы увидите иней на траве, это к хорошему урожаю озимых в следующем году. Если сегодня будет теплая и ясная погода, то жди много белых грибов. А еще предки говорили, что к этому дню поспевает черемаха. Ольга Орлова решила посмотреть, что же к 25 августа поспело на дачных участках. Николаю Стефановичу Герасимову уже 84 года, но он до сих пор ездит на дачу на своей машине. И бросать участок не собирается. Тягу к работе на земле объясняет просто. Есть какой-то интерес. Сидеть у телевизора с утра до вечера и смотреть в ящик, я считаю, это... ну, это... ну, свою жизнь как-то не то. Поэтому тянет именно, может быть, тянет к земле и в ней ковыряешься, ковыряешься и время, и полезно, и для здоровья, мне кажется, полезно, и для развития всего. Дачу, а точнее земельный участок, они с женой взяли в 1963 году. Взяли, как и все, чтобы маленьких сыновей свежими овощами да фруктами угощать и отдыхать от городской суеты. Приехали мы с Урала, тем более, в теплые края, а в теплых краях, значит, надо развивать сельское хозяйство. Вот так вот. А опыт-то был по разведению сельского хозяйства? Да, на Урале, в Свердловске 45 или в лесном. У нас также был участочек небольшой, но он был в основном на мелком камне. Там грунт, глина и камень мелкий. Вот выбирали этот камень для того, чтобы, так сказать, 6 соток облагородить и сажали. Трудности на пензенской земле с уральскими, конечно, сравниться не могли, но и совсем без них тоже не обошлось. Здесь была когда-то войсковая часть селиксинская. Здесь были окопы, еще оставшиеся с окончанием войны. Так вот эти окопы мы закапывали для того, чтобы выровнять площадку, для того, чтобы сажать деревья и так далее. Не было воды. Воду возили. Там были канавы. В этих канавах с весны после растаяния снега оставалась вода. Вот оттуда на машине, не в ведрах, а в емкостях, а в то время емкостей не было. Это сейчас емкостей много, а в то время ничего не было. Вот возили воду для поливки. Постепенно и участок облагородили, и воду провели, и домик поставили. Домик сам, лично сам строил из прокладок с ДОЗа управления строительства, где ДОЗ. Привозил круглый лес, и прокладки между слоями кругляка, вот такие прокладки выписывались. Тогда нельзя было даже, и прокладки-то просто, надо было обязательно брать пропуск, для того, чтобы вывезти с территории города. На проходной обязательно предъявить пропуск на эти прокладки. В начале 90-х тот домик сожгли. Пришлось строить новый, кирпичный. Сейчас уже и сыновья давно выросли, и внуки ребятишками обзавелись. Так что есть для кого стараться, кому ягоды собирать, да огурцы с помидорами выращивать. А сейчас мы пока вдвоем. Вот старший сын и я трудимся. Вот сегодня, вот он копает, а я его дергал. Забот у Николая Стефановича хватает. До зимы еще много всего нужно успеть. А как же иначе? Не у телевизора же сидеть в самом деле. Телевизоры подождать может. А правнукам варенье до соленья сейчас требуется. Что объединяет фильмы Афония, Мимино, Кинзадза? Правильно, режиссер Георгий Данелия. Сегодня великому режиссеру, сценаристу, актеру, народному артисту СССР исполняется 85 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, он продолжает работать и творить. Не сомневаюсь, что сегодня по телевидению будут много говорить про Георгия Николаевича, посвящать ему передачи, показывать его фильмы. А мы просто хотим отметить его день рождения небольшим флешмобом. Доброе утро! Сегодня в 85 лет исполняется знаменитому советскому и российскому кинорежиссеру Георгию Данелия. Мы вышли на улицу нашего города с вот такой вот картинкой. Кто не помнит, это фильм Кинзадза. Здесь герой Евгения Леонова пытается здороваться. То есть он говорит «ку» и вот так вот приседает. Посмотрим, помнят ли наши горожане этот фильм. И, мне кажется, Кинзадза. Кинзадза, да. А режиссер кто, знаем? Режиссер не помню. Честно говоря, нет. А вот это вот движение, вот это вот, что это такое? Кинзадза. Чу или... Блин, я не помню, правда. Я смотрел, но очень давно я не помню. А вот это что обозначало, что-то даже не помните? Не то, что название, а вообще вот знак чего это было? Может быть, дружба. Может быть, дружба, да. Скорее всего, дружба. Дружба. Или «Приветствие». Я не помню. Я не помню. Надо быть откровенными, я даже не смотрел это. Ну, вот удивительно, вы не смотрели, но вы угадали. Это знак «Приветствие». Я просто смотрел. «Ку». Да, точно. «Ку». Да, да, да. Узнаете этого персонажа? Да, но фамилию не помню. А фильм? И фильм не помню, как называется. А вот этот вот знак, это вот что может значить? Не знаю, даже не помню. Мы разыскиваем вот этого персонажа. Вы знаете, кто это? Да. Кто это? Кинзадзи. Как его звали, помните? Нет. А что он делает, вот этот вот знак? Показывает. Он делает «Ку». Показывает. У вас отлично получилось. А что значит «Ку»? Что там значило в фильме? Не помните? Это было приветствие такое. А, ну да. Вот это он и делает. А у режиссера помните? Подождите. Да, Нелия. А еще какие-то фильмы его? Невино. Да как же. Леона. Да, да. А фильм? Прилетел там откуда-то, когда они летали вот в этом аппарате. Как фильм там называется? Вот не помним название. Кинзадзи. Да, Кинзадзи. Да. А вот это вот движение, это вот что значит? А вот мы и приземлились. Может быть. Но не знаем. Ну в принципе да, похоже. Но вообще это Ку, он так здоровался. А, ну да, по-ихнему. Здравствуйте, типа. Здравствуйте. А режиссеры помните фильмы? Нигальпей. Фильм никогда такой не видела? Видела. Ну может быть по ассоциациям и с фильмом что-то вспомнится? Если только дентльмен, ну да, Чик. А, ну вообще с актером попало. А вот именно вот этот вот фильм? Нет. Никогда не видела? Нет. А вот движение, которое он делает, как ты думаешь, что это может значить? Не знаю. Вот такое вот, присядочку. Может останавливает кого-нибудь. А вот это, вот это, в уголочке что-то может быть? Похоже на окно. То есть он вылез из окна и кого-то останавливает? Нет, рядом стоит. А, ждет кого-то в окне? Да. Вот, у нас новый фильм, по-моему, получился. Отлично. Это актер, он играл в фильме «Кавказская пленница». «Кинзадзад» пишется. Правильно, «Кинзадзад» фильм. А персонажи помните? Нет, не помню. Нет, я не знаю. А вот это вот, что такое вот он делает, вот это движение? Я тоже не знаю. Скорее всего, он танцует. Нет, он что-то там говорил, типа... Что он говорил, не помню. Но он вроде так делал, когда говорил что-то. А ну для чего он это делал вообще? Чтобы как бы было яснее, наверное. Пояснял свои слова? Ну да. А почему он так здоровался, раскрою страшную тайну, говорил «Ку!» и здоровался? А вообще знаете режиссер этого фильма? Я нет. Нет, родители знают, по-моему. Родители знают все. Это непроложенная истма. Ладно, ребят, спасибо большое. Вы молодцы, удачи. До свидания. До свидания. Родители знают все. Мы пока не все. Это обидно. Ничего. Иностранным владеешь? Английским. Французским слава. Скажи им, что денег нет. Где бы были сейчас науки о космосе, если бы не Галилео Галилей? Именно в этот день, в далеком 1609 году, он продемонстрировал Большому Совету и Дожу Венеции новое устройство. Телескоп. Это был широкий шаг в науке и истории человечества. Сколько открытий сделали ученые, глядя через телескоп в небо. А сколько предсказаний. И самое последнее прямо сейчас у нас в эфире. Овен. Отнеситесь к своим снам серьезно. Они обещают быть яркими как никогда, а границы между ними и реальностью на удивление зыбкой. Ищите в снах ответы на свои вопросы. Телец. Наконец-то вы сможете утолить свою жажду общения. Ищите спасение от рутины там, где жизнь бьет ключом. И не действуйте в одиночку, если можно собрать кучу друзей вместе. Близнецы. Любая мелочь может выпить вас из колеи. Не тратьте нервные клетки на пустяки. И главное, не пытайтесь решать проблемы радикально. Рак. Вы не настроены торопиться. Даже срочные дела вряд ли выведут вас из созерцательного, медитативного настроя. Скорее всего, вы найдете способ их отложить. Лев. Вы будете то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам. Крупные проблемы вы сумеете встретить стоически. Погрузитесь в решение серьезных вопросов. Дева. Своим обаянием вы способны покорить всех. Вы склонны преувеличивать и фантазировать прямо на ходу. Но именно это и станет вашим волшебным ключом к сердцам окружающих. Весы. Не успеете вы взяться за реализацию одной идеи по обустройству личного пространства, как ей на смену придет еще и еще, за рассуждениями, какая из них лучше, где не пройдет. Скорпион. Ваша яркая фантазия не будет знать преград. Не противьтесь желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Стрелец. Вам вряд ли удастся избежать путаницы, связанные с деньгами. Главное, не пытайтесь исправить ситуацию сами. Отложите решение вопроса или попросите помощи у специалистов. Козерог. Вам может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить жизнь. Умерьте свой пыл. Вы принимаете желаемое за действительное. Водолей. Вам не стоит даже браться за дела, в которых вы не чувствуете уверенности в своих силах. Вы не сможете сориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Рыбы. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты – вот то, что способно сделать вас по-настоящему счастливым, в отличие от работы и скучных будничных дел. Сегодня в нашем городе ожидается переменная облачность. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Ветер северо-западный – 2,4 м в секунду. Температура воздуха днем – плюс 21, плюс 23, ночью – 11-13 градусов тепла. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты. Значит, а ли это рожка, 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 нас с тобою не почем, чем-чем. А картошка обедение, деде, 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 пионеров питье, а, пионеров питье, а, не знаю, оскорбей, деде, 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 никто картошки не дад, 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 дад. Друзья, участники конкурса «И я там был» с нетерпением ждут ваших голосов на информационно-развлекательном портале городзет.инфо. Ведь каждый из них надеется выиграть один из призов от спонсора магазина хит-сезона «Чемодан», «Дорожную сумку» или «Визитницу». Чтобы помочь стать ближе к победе тому или иному участнику, вам достаточно быть зарегистрированным в социальной сети и нажать на кнопку «Проголосовать» на все том же информационно-развлекательном портале городзет.инфо. Смотрите и выбирайте, кому вы оставите свой голос. Медленно минуты уплывают вдаль Встречи с ними ты уже не жди И хотя нам прошлого немного жаль Лучшее, конечно, впереди С катертью, с катертью дальний путь стелется И упирается прямо в небосклон Каждому, каждому в лучшее верится Катится, катится голубой вагон Может, мы обидели кого-то зря Календарь закроет этот лист К новым приключениям спешим, друзья Эй, прибавь ко ходу машинист С катертью, с катертью дальний путь стелется И упирается прямо в небосклон Каждому, каждому в лучшее верится Катится, катится голубой вагон Голубой вагон бежит, качается Скорый поезд набирает ход Ну зачем же этот день кончается Пусть бы он тянулся целый год С катертью, с катертью дальний путь стелется И упирается прямо в небосклон Каждому, каждому в лучшее верится Катится, катится голубой вагон Каждому, каждому в лучшее верится Катится, катится голубой вагон Друзья, истинно говорю вам, велосипед это вещь Однажды очень хороший человек его изобрел С тех пор каждый из нас хоть раз в жизни допытался его изобрести еще раз Ну или попросту говоря, занимался ненужной работой Вот мы сейчас не будем изобретать велосипед Мы сейчас вместе с детишками из детского сада будем объяснять, что это за штука такая и для чего нужна А что такое велосипед? А-да-да, а та еще У вас есть велосипед? Есть, только он маленький А у меня тоже маленький, только вот такой велосипед У меня с Русь есть Это папа сделал велосипед Это педали Педали? Да И все? И колесом И колеса А еще, дядя, есть маленькие колесики Зачем? Ну, не подять А у меня вот здесь колесики В одном боку и здесь боку Звонок Звонок У меня нет звонок У меня там кнопочки Толя А звонок зачем на велосипеде? Чтобы звенеть А сколько у него колес? Его один, два, три, четыре Четыре! У велосипеда два колеса И самокат, в котором есть много колес А можно немного Я буду на велосипеде завтра Это я велосипед У меня есть велосипед Ты можешь кататься на велосипеде? Да не больше всего на самокате Ну, и еще больше всего на велосипеде На велосипеде у меня больше лучше получается У меня есть самокат Я с ним катаюсь Ера подарила мне велосипед Я на нем катаюсь в парке И на велосипеде И папа и мама не успели меня догнать на велосипеде Потому что я быстро крутила педалями А что лучше, самокат или велосипед? Велосипед Почему? Потому что Почему? Потому что А мне лучше самокат А мамочка шла в магазин и купила мне такой самокат И начали его строить Как ей стукнуть Как нужно строить самокат Чтобы усилей было по палку И чтобы ноги не устали ходить так далеко А я с боками тоже не боюсь кататься Зачем нужен велосипед? Чтобы не ездить Если нет машины И кататься Если нет машины Вы любите кататься на велосипеде? Да Я постоянно катаюсь на велосипеде И я Вот это да Сказали полярники 85 лет назад Когда открылись западные берега северной земли Вот это да Скажете вы прямо сейчас Когда увидите Что появилось в глобальной сети Наша постоянная рубрика уже в эфире И готова вас удивлять АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова